Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный в студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции начнем со статистики. С начала года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более 3100 выездов. На пожарах погибло 15 человек, 66 человек, из которых двое детей пострадали. К счастью, 305 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Далее подробности о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Даже мокрый снег, который шел в понедельник, не смог остудить пламенный мотор BMW 2008 года выпуска. В этот день вечером спасатели выезжали на автопожар. Черный BMW 7 серии загорелся на стоянке по улице Тимошенко. К моменту прибытия огнеборцев огонь успел серьезно потрепать моторный отсек. По предварительным признакам причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Спустя 15 минут после вызова пожар был потушен. Во вторник вечером некий асоциальный элемент мог стать виновником пожара в столице. В доме по улице Орловской горел подвал. Интересно, что вспыхнуло в подземелье кем-то оставленное одеяло. Есть мнение, что здесь проживал бездомный, который даже свое импровизированное жилище не смог обезопасить. Со внезапной угрозой удалось справиться с спасателем, а законным жильцам дома теперь, видимо, придется задуматься, как в их подвал смог проникнуть совершенно посторонний человек. Минск чрезвычайный. Компьютер мог стать причиной пожара в среду вечером. Возгорание произошло в офисе одной из станций техобслуживания по улице Жилуновича. Огнем повреждены мебель и оргтехника. Спасатели ликвидировали загорание. Предполагаемая причина – короткое замыкание блока питания компьютера. Также в этот день кто-то бросил окурок прямо соседям на балкон, из-за чего произошло возгорание. Такой инцидент случился вечером на горном переулке. На третьем этаже дома возник пожар, когда прибыли спасатели, огонь уже вовсю полыхал. Балкон выгорел полностью. Хорошо пламя не перекинулось в саму квартиру, ее удалось отстоять. Сейчас специалистам предстоит установить виновника трагедии. В ночь со среды на четверг спасателям пришлось тушить пожар на складе в Масюковщине. Возгорание произошло на территории одного из хранилищ. Огнем была охвачена отдельно стоящая хозпостройка. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В огне пострадал 25-летний безработный гражданин. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения. С ожогами лица и рук первой и второй степени молодого человека с места происшествия забрала скорая. Минск чрезвычайный. В пятницу около 6 часов утра в службу спасения по телефону 101 от минчан поступило сообщение, что из вентиляционной шахты кабельного коллектора на улице Немига идет дым. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелась изоляция кабелей. После проведения мероприятий по обесточиванию возгорание было потушено при помощи порошкового автомобиля. На работу крупных общественно значимых объектов и городского транспорта пожар не повлиял, однако в кабельном коллекторе находились коммуникации 19 различных организаций, в том числе Руббелтелеком, некоторых сотовых операторов и интернет-провайдеров, что создало определенные перебои в работе у абонентов. Основная версия причины возгорания – короткое замыкание силового кабеля. Короткое замыкание и в субботу привело к возгоранию, но на этот раз в моторном отсеке легкового автомобиля Peugeot 406 2002 года выпуска, припаркованного на улице Гинтовта. По этой же причине и в воскресенье днем загорелась квартира на улице Якубовского. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в жилой комнате. К счастью, никто не пострадал. Ну что ж, о происшествиях на сегодня это все. Я хочу лишь напомнить, что скоро, всеми любимый праздник Новый год, с целью предупреждения пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехники, вчера в Минске стартовала республиканская акция «Безопасный Новый год». Вплоть до 30 декабря работники МЧС будут посещать санатории, оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха, пансионаты, интернаты и различные учреждения с массовым пребыванием людей, детские учреждения, учреждения здравоохранения и, конечно же, места продажи пиротехнических изделий. Спасатели расскажут, почему же так важно соблюдать правила использования пиротехники. Пусть ваши праздники будут безопасными. Берегите себя. С вами был Виталий Димбовский. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!